В воде из-под крана в Студгородке нет кишечной палочки. Это итоги первых исследований Краскома. Прямо скажем, результаты неоднозначные, учитывая, что отравились водопроводной водой как минимум 53 человека. Сегодня коммунальщики вместе с мэрией устроили целую пресс-конференцию, где рассказали журналистам свою версию, откуда взялась мутная вода. Напомню, 28 января Краском проводил работу на водозаборе Гремячий Лок, от которого подпитаны 27 домов в Октябрьском районе. После этого начались сигналы жителей о плохом самочувствии. Коммунальщики сегодня заявили, что есть результаты анализов только по части адресов. По остальным придут не раньше 4 февраля. Пока все тесты чистые, в том числе и на водозаборе. Руководство Краскома считает, что в квартиру людей попала вода из системы пожаротушения. Там застоялась грязная жижа, которую никто не убирал как минимум полтора года. И вот во время отключений коммунальщиков остатки перетекли к жильцам. Другая жидкость просто не могла оказаться в трубах людей, заявляют в Краскоме. Подача воды была прекращена в трубопровод, от которого были подключены 27 домов на улице Борисова, на улице Керенского, на улице 2-й Огородной и Дачной. Сразу здесь же начали поступать звонки. То есть идут звонки. Воды в магистральном водопроводе нет. Давление ноль. Вряд ли управляющая компания умышленно не выполняла какие-то работы. Очевидно, они даже не знали, не сталкивались с этим. Сейчас на улицах Борисова, Керенского, 2-я Огородная и Дачная идет хлорирование воды. Она безопасна, уверяют коммунальщики. Дополнительно Краском организовал подвоз и на сегодня, и на завтра. Добавлю сейчас, следственные комитеты и Роспотребнадзор проводят проверки. Они уже выдали предписание и Краскому, и управляющим компаниям. Работу жилищников, кстати, покритиковала сегодня и мэрия. Считаем, что управляющие компании, в данном случае их две управляющих компании, не совсем объективно и плотно взаимодействовали ни с администрацией района, ни с компанией Краском. Нужно было действовать здесь оперативно. Редактор субтитров А.Семкин